Казанский федеральный университет совместно с производителями автомобиля КАМАЗ разрабатывают свой вариант беспилотника. В этом году заканчивается уже третий год сотрудничества КАМАЗа с Федеральным Казанским университетом. И хочу сказать, что это конкретный пример реального сотрудничества, не на словах, а на деле, с реальными результатами. Данная модель беспилотного транспорта разрабатывается с 2015 года. Беспилотный транспорт распознает автомобили, наиболее встречаемые автомобильные знаки, пешеходов вне зависимости от их движения и различные препятствия на дороге. Все это осуществляется благодаря радарам, активному оптическому сенсору, системам связи и прочей бортовой электронике. Казанский федеральный университет разрабатывает свою уникальную систему связи с беспилотным автомобилем, которая не похожа ни на ГЛОНАСС, ни на GPS. Мы строим системы, которые могут в течение длительного времени, используя наши разработки, скажем так, не привязываться к данным спутника, а иметь погрешность передвижения, ну скажем так, накопленная погрешность передвижения за полчаса не более 10 сантиметров. Модели беспилотных автомобилей, которые используют другие системы связи, в неблагоприятных условиях могут остановиться. Поэтому разрабатываемые КФУ и КАМАЗ-беспилотник имеют преимущество перед своими конкурентами. Мы работаем по нескольким направлениям беспилотных автомобилей. Университет нам помогает, очень важно развивать те компетенции, которые до этого просто не нужны были в автопроизводстве. 8 мая был произведен тестовый заезд беспилотного автомобиля КАМАЗ, разрабатываемый совместно с Казанским федеральным университетом по Крымскому мосту. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз.